Вот мы в Старом Бале. Тоже якобы разрушены, якобы, землетрясением. Такая вот крепость интересная. Изолиты, и видите, наконец-то, непонятный крем, видимо, чтобы давить вина, какие-то льны с крыльями, как будто льны с крыльями были по всему побережью, по всему миру. Что здесь написано? А это что, инфляция, если не видеть официальную историю? Сказка. Ку-ку. Шляпит. Некто в шляпе тут. Ну, как всегда, непонятное отверстие. Без этого не круто. Сколько ж медных зубил потратили на это все дело, чтобы вырезать, видимо, для красоты. Культурный центр бар. Слух. Конечно же. Так же. на реальность и предлагают старый бар вывезти. Сколько ж медных зубил потратили на это все дело, чтобы вырезать. Видимо для красоты. Культурный центр бар. О, с помощью дополненной реальностью предлагают старый бар вывезти. Хоть 3 евро стоит, офигеть. За что? Все больше и больше это все напоминает мне заливку. Ничего нового. Абсолютно. интересно вот эти камни для чего я это примерно представляю утяжелители для выбраться а вот это зачем стиральная доска каменный век правильно зачем железо тратить это были хорошие керамические или каменные вещи вот это явно не вытесанное не срезано опаньки тут опять вот такая вот уже не брак и это для чего-то а типа это печь была ну да общественная паблик бейкеры говорит ну да кто хочет приходи из а вот это вот чем кисали да ужас хорошие такие мегалиты в общем-то это на хрена огромное сооружение хорошие такие мегалиты в общем-то вот это на хрена огромное сооружение вот интересно что за землетрясение снесло вот такие мегалиты вот это вот чем выписали почему вот тут вот неравномерно потемнело вот вот Верхушка снесена начисто. Вот это же вряд ли брак строительства. Ладно, идем дальше. Понятно, что это новодел, но серия из трех резонаторов сохранилась. А горы здесь потрясающие, как будто насыпал кто-то. Кто-то там ходит в шляпки. А вот дальше, дальше классные развалины. Попробуем подняться на самый верх. Вот отсюда четко видны стрелы удара. Вот лестница железная, но ее же не было. Ну как-то же поднимались, а тут дорога широкая. Вот, как-то что-то поднимались, а этой лестницы-то не было. И снова тут непонятный уклон. Вот зачем он сделан? Неясно. Да, красиво. И вот угол, он не 90 градусов. И тут проем не 90 градусов. Понятно, что для обстрела, конечно же. Еще бы знать, кто чем стрелял. Это тоже для обстрела? Или это просто щелевые антенны для щелового тела? Потому что энергия, что внутри, она выходила и должна была растекаться вдоль стен. Аквадукт 5. Что за аквадукт? А, вот он. Странный аквадукт. Вода течет внизу, а аквадукт, как тут написано, почему-то внизу. И ничего так для воды нет абсолютно. Странный аквадукт. От которого никаких ответвлений никуда. Только в крепость. При осаде, наверное, воду доставлял. А враги такие тупые, что не могли воду эту разрезать, пресечь доставку. Естественно. Откуда вода пошла? Если ущелье вот оно. И вся вода туда упиралась. Да в том-то и дело. Все сильно сомневаюсь, что тут где-то вообще была вода. На плотину это не похоже. Воды тут проще собирать. Здесь внутри крепости резервар какой-нибудь для дождевой. Если будет дождь. Это увеличимый крутойive как воздух. Рецепт смотрите. Как вам эфф recognize ваши дожд Kosten. Рецепт смотрите. Теперь есть с핑айте. Продолжение следует...